Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором вы каждый день найдете, что посмотреть по танкам. В день публикую по несколько видео, и все они касаются тем, которые появляются в соответствующий день. Поэтому вы ничего не пропустите и всегда будете в курсе всех событий в нашей игре. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и обязательно, обязательно прожимайте на лайкос. Мне безумно приятно, вам это ничего не стоит. Итак, стартовал ивентик на Шеридан ракетного. Как его пройти, какие компенсации, какие рекомендации, обо всем этом сейчас кратко расскажу. Для того, чтобы проходить данный ивент, необходимо получать победы. За каждую победу в обычных боях на обычных премиумных или коллекционных танках вы будете получать по две вот таких вот ракеты. Если будете играть при этом не в обычных боях, а будете играть в уникальных режимах, типа гравитайзинга или гравитации, и подобных, которые разработчики заготовили нам на ближайшие 10 дней, то будете получать по три таких ракеты. А вот если вы владелец Шеридана ракетного и будете на нем играть, соответственно, в фановых режимах, то будете получать по целых четыре ракеты за каждую победу. Что это в цифрах в отношении количества побед в день? Играете на обычной технике в обычных боях или в рейтинговых боях, получаете 140 побед, то бишь по 14 побед в день, и забираете себе Шеридана ракетного. Если будете играть в фановых режимах, то необходимо в день делать 10 побед, и тогда заберете себе Шерика ракетного. Ну а если Шерик ракетный у вас есть, и вы хотите получить за него компенсацию, то чтобы пройти полностью всю ветку, необходимо в день делать 7 побед на Шеридане ракетном. И в целом Шерика вы получите. Кстати, в отношении компенсации. За вот этого вот товарища вы можете получить всего лишь 10 золотых монет, если будете его продавать, а вот если он у вас есть в ангаре, то получаете компенсацию 551 золотой. Также стоит отметить, что здесь в цепочке, которая действительно абсолютно досягаема для любого среднестатистического игрока, скрываются две машины. Есть пульт, который необходим для того, чтобы в дальнейшем получить вкусняшку от разработчиков, и есть экраны, что тоже довольно-таки неплохо. На третьем уровне у нас ПЗ Шмальтурм. Машина классная, машина интересная, но не сильно играбельная, и при этом всем не сильно красивая, без легендарного внешнего вида. Если Шмальтурма у вас нет, то продать его сможете за серебро, поскольку это премиумная машина. Но если у вас Шмальтурм в коллекции есть, как, допустим, у меня, то компенсация при повторном получении в этом ивенте составляет 1750 голды. Теперь в отношении вот этой машины. Это тачка коллекционная, это Эксплорер. Один из танков, которые были в игровых событиях по батл пассам. И в случае, если у вас этой машины нет, то вы сможете продать эту коллекционку за 500 золота. А вот в случае, если у вас Эксплорер в коллекции стоит в ангаре, то вы получаете, как и за ПЗ-4 Шмальтурм, компенсацию в количестве 1750 золотых монет. Короче говоря, в этом ивенте разработчики для игроков, которые обладают всеми тремя этими машинами, заложили более 4000 золота, что я лично считаю очень крутой халявой. А вот в отношении контейнеров только название здесь мощное, а по факту ничего интересного. Поэтому если идти, то однозначно только к ракетному, так как здесь особо поживиться нечем. От 3 до 7 бустеров, что в принципе ни о чем, я имею ввиду бустеры на голду. Есть несколько обвесиков и 2 редких внешних вида. Но мне, честно говоря, кажется, что ракетный в коллекцию будет гораздо круче и гораздо интереснее. Кстати, ракетного, если что, можно будет докупить за голду. Но здесь уже определяйтесь самостоятельно, сколько конкретно вы готовы домазать до общей стоимости ракетного. Определяйтесь, пожалуйста, самостоятельно. А свое честное мнение по поводу машины я уже высказал в отдельном видео. И ссылочку на него положил в описании. Подписывайтесь на канал. Обязательно жмите лайкосы. Жду вас на прямых трансляциях. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока.